Хлеб и сало. И все, чтобы до месяца больше. У долгов нужны, а без реформ никто кредит не даст. Кредиты, которые получает Украина, не идут на потребление. Мы не можем и не имеем права. И никто не дает кредиты на то, чтобы платить пенсии, зарплаты, финансировать армию и вооруженные силы. Около 12 миллионов человек на Украине за чертой бедности по стандартам Всемирного банка. То есть их доходы настолько низкие, что в сутки они тратят не больше 1 доллара 25 центов. На улицах Киева главные спутники кризиса. Стихийные рынки, где люди надеются выручить хоть несколько гривен за старые вещи. Самый главный товар сегодня – продукты. Это дурдом робость. За Сахарем очередь вчера была, как в советские времена, дома в зале Ленина. Многие отказываются от автомобилей из-за цен на топливо. В Николаеве и Харькове уже бастовали водители маршрутных такси. Добивались повышения тарифов на проезд. Транспорт, которому бензин не нужен, жители буквально берут штурмом. Все для людей. Недовольные тем, как президент Порошенко исполняет предвыборное обещание, закидали витрину центрального магазина «Рошен» киевскими тортами. Сейчас на Украине ждут очередное повышение цен. На этот раз производители хлеба объявили, на следующей неделе стоимость буханки вырастет на целых 30%. Как теперь отреагирует население и без того доведенное отчаяние сейчас не решится предсказывать никто. На следующей же неделе иностранные кредиторы огласят свое решение, оказывать ли Киеву финансовую помощь. Но у экспертов есть сомнения. На сегодня ни курс гривны, ни показатели инфляции не соответствуют требованиям МВФ. Издание «Вашингтон-Пост» оценило украинскую инфляцию в невероятные 272%. Это в 10 раз больше, чем официальная статистика Киева. Рекордный отток депозитов из украинских банков – все, о чем успела доложить в Раде Валерия Гонтарева. Дальнейший отчет сорвали радикалы. Олега Лешко безуспешно просили уважать главу Нацбанка хотя бы в честь 8 марта. Но решать экономические проблемы у того же Лешко настроения нет. На заседаниях он то разглядывает фотографии актера, известного по прозвищу «Сексуальный преступник», то дерется с бывшим соратником по фракции Сергеем Мельничуком. После драки депутаты даже предложили создать парламентскую полицию, чтобы защищаться друг от друга. И правда, согласия в коалиции нет. Например, за реформу пенсии, предложенную Яценюком, депутаты проголосовали только с пятого раза. Зато единодушно принято винить в проблемах сторонников прежней власти. Прокуратура готовит арест 200 судей. Все занимались делами участников Евромайдана прошлой зимой. Но новая власть судебными решениями оказалась недовольна. В опале и олигархи прежнего режима Ахметов Фирташ Пинчук. К их активам присматривается губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Он предлагает пересмотреть итоги приватизации таких компаний, как Укррудпром, Некопольский ферросплавный завод и Криворожсталь. Все принадлежит конкурентам. Получается, что Украина ходит по всему свету, ищет деньги, идет на сложности, чтобы получить кредит МВФ, который уйдет на повышение внешних долгов. А с украденным государством, или, скажем так, незаконно приватизированным, никто не хочет ничего делать. Если он затевает то или иное действие, он, скорее всего... Субтитры создавал DimaTorzok ...так называемой федерализации, а на самом деле расколу Украины. Одновременно президент Порошенко усиливает курс на милитаризацию. В понедельник он подписал указ увеличить численность армии до 250 тысяч человек. Рада уже проголосовала. Один за другим на этой неделе Киев посетили министр иностранных дел Соединенного Королевства и зам госсекретаря США. Главная тема переговоров известна. Поставки оружия. Глава МИДа Великобритании возможность продажи не исключил. Но пока сотрудничество ограничится учебой.